И пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогую Он спрашивал учеников Своих, «За кого почитают Меня люди?» Одни отвечали, «За Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал Ему в ответ, «Ты Христос». Не отличался день от прочих дней, которых позади осталось много, все так же извивалась вдаль дорога, мы так же оставляли след на ней. Мы проходили здесь не первый раз, и мягкий ветер, набегая нежно, старался теребить края одежды, пытаясь доказать, что знает нас. Нас знали здесь ручьи и родники, нас видел теплый день и непогожий, и роща шелестела осторожно. Иисус идет, и с Ним ученики. И мы вошли в нее под птичье пенье, уйдя от солнца в ласковую тень, и все бы ничего, но этот день я вспомнить не могу без сожаления. Все было хорошо, да, только знаете, Он посмотрел на нас настолько искренне. Сегодня Он желал услышать истину. Скажите, кем меня вы почитаете? Мы исходили тысячи дорог, мы кровь делили с Ним и хлеб с Ним ели. Но кто же Он такой на самом деле? Ответить ни один из нас не смог. И время потянулось к так мучительно, безвыходном, томительном молчании, о мысли в голове, глубоко отчаянной. Но что же нам сказать в ответ учителю? В догадках смутных истина теряется, обмениваясь взглядом и встревожено. Но кто же Он? Скажите нам, но кто же Он? Когда Ему стихи подчиняются, с усталыми душой, как осторожен Он. Двер овцам, пастыр добрый для потерянных, а по воде видали, как уверенно. Но кто же Он? Но кто же Он? Но кто же Он? Кто Он такой, когда снопом врываются, веселые лучи в глаза незрячие, и слезы по щекам текут горячие, и губы так невинно улыбаются. А прохоженный вспомните, как Он глядел на руки, затаив дыхание, и как потом скакал от ликования, поняв, что происшедшее не сон. Кто Он такой, что смерть бежала в пять, спять? Дождь Ира, вы, конечно, помните, как выбежала, радуясь из комнаты, к тому, кто продолжал за ней рыдать. Да что там говорить? Все факты сложены, но не поняв ни разумом, ни нервами, и как бы выкрикнуть хотелось первому, и все сказать о Нем. Но все же, кто же Он? И имя отыскать Ему, возможно ли, среди людских имен, таких не вижу я. Я и не думал, что в устах у ближнего слова, что мою душу так тревожили, что громом грянет то, чего желаем, могущественно, властно и красиво. Ты – Сын живого Бога, Ты – Мессия, и мы Тебя, Мессией, почитаем. И это слово сказано не мной. Но почему же так? Скажите, почему, что в откровениях, данных одному, не может похвалы иметь другой? Нет, зависти к Нему я не питал. Блажен Ты, Петр, так будь еще блаженнее, вот только жаль, что это откровение не я для вас, а Ты для нас, сказал. Тринадцать пар неутомимых ног, опять идут неведомые дали. Их видел ветер, в поле птицы знали, двенадцать человек, и с ними Бог. Часы сплетутся в дни, а дни в года, еще увидит мир свое спасение, но вспомнить этот день без сожаления я не смогу, наверное, никогда. Я радость личных откровений знал, но что-то говорит во мне чуть слышно. «Но почему не Ты тогда сказал о том, что Он хотел тогда от вас услышать?» Слава Богу! Слава Богу!